Вопрос на подумать. Чем отличаются внедорожные шины от шин для внедорожников? Так, надо сначала переварить. Чем отличаются внедорожные шины от шин для внедорожников? Хорошо. Ну, наверное, тут будет тавтология. Потому что внедорожные шины, они как бы, ну, для того, чтобы использовать их вне дорог. Внедорожье у нас палитра сумасшедшая. Обычно там люди представляют внедорожье, это вот какие-то проселочные дороги и так далее. На самом деле внедорожные шины адаптируются, там, предположим, песок, коли мы уже затронули, песок. Это болотистые местности, то есть влажная грязь. Это что-то абразивное, типа корни, торчащие в лесу, да, по проселочным лесным дорогам. И это, что немаловажно, еще и каменистые дороги. То есть, предположим, вы где-то едете по гористой местности, и у вас под колесами даже не грунт, а именно порода скалистая, рваная, колотая, которая, ну, часто прорезает протектор. Вот. И именно внедорожные шины рассчитаны именно на такие условия. Теперь про шины для внедорожников. Да, это были шины для внедорожья. Теперь про шины для внедорожников. Внедорожник, ни для кого не секрет, просто автомобиль, в отличие от седана, он больше, он физически больше, по весу больше, у него другая парусность. У него достаточно высокий центр тяжести, да, то есть при поворотах, при перестроении возникает такое ощущение маятника, да, то есть дополнительная нагрузка, кинетическая энергия дает. Поэтому, конечно же, стресс на шину оказывает больший вес, в разы больше. То есть быстрее ее истирать как бы должен, да, то есть площадь контакта нам нужна большая для того, чтобы в поперечном направлении стабилизировать автомобиль. И чтобы выдержать такой вес, нам нужна больше, ну, скажем так, более усиленная внутренняя армирующая структура. Поэтому основные отличия, они как раз-таки лежат. Это первый размер, они всегда будут шины для внедорожника больше. Второе, это усиленная армирующая внутренняя структура. Частенько вы будете видеть XL обозначение, это экстра лот, то есть усиленная нагрузка. То есть они готовы выносить такие массы, эти массы в динамике при торможении, там, при разгонах, при поперечке. Вот, эти каркасы готовы это выдерживать. Ну и плюс определенное строение самого рисунка протектора. Вы, наверное, замечали, что появляются дополнительные каналы для оттока водных масс или, там, шуги снежные, смотря какую шину мы с вами рассматриваем. Всегда есть дополнительная дренажная система. Потому что, во-первых, шире колесо, во-вторых, больше давление оказывается. Канал нужно вырезать либо глубже, либо шире, чтобы не потерять вот в дренажной способности шины. Поэтому, вот, основные отличия здесь. Мне очень понравилась история про Lamborghini Scorpion. Но я знаю, сейчас актуальная летняя шина называется Pirelli Scorpion. И, судя по рисунку протектора, она обычная городская шина. Я правильно понимаю? Да, ну, естественно, с 1986 года прошло уже много времени, и шины Scorpion уже перестали быть как таковыми шинами для внедорожья. Они и являются шинами определенной модели для внедорожья, но так как кроссоверы или внедорожники потихонечку трансформировались в кроссоверы, и многие внедорожники стали эксплуатировать уже в рамках асфальта города. Сейчас в мире почти 50% автомобилей – это именно кроссоверы и внедорожники. И, наверное, из них, не беру сейчас сказать, какой процент, но больший процент все-таки ездит по городу. Вес такой же, нагрузка такая же, только под колесами у них все-таки асфальт. Вот для них делают те же шины для внедорожников под названием Scorpion, но уже адаптированы под городские условия. Потому что здесь появились внедорожники высокоскоростные, там Lamborghini Urus, вы знаете, да, сделали один из самых быстрых внедорожников в мире. Lexus, RX, NX, я не знаю, я могу перечислять, много внедорожников, которые достаточно высокоскоростные. И им уже не совсем нужны такие грязевые и агрессивные шины для, не знаю, той же горной породы. Нужны другие шины для асфальта, но при этом это тяжелый внедорожник. Поэтому Scorpion в понимании обычного потребителя должно быть, что это шина для кроссоверов и внедорожников. И дальше, если вы видите ATR – это All-Terrain для всех типов дорог и для асфальта, и для внедорожников. Или MT-R, Mud-Terrain – это грязевая шина чисто для внедорожья. Или просто Scorpion без всяких опознавательных знаков – это асфальтная шина. Они же тоже градируются внутри себя, да, Scorpion для асфальта, как я сказал, для всех типов, для бездорожья. Есть даже у нас высокоскоростный Scorpion, да, Scorpion, Pizero Scorpion. Это для быстрой езды, спортивной, на внедорожнике Porsche Cayenne Turbo, летящий по трассе, быстро перестраивающийся. Только такого рода шины могут обуздать такую мощность и придать ей, скажем так, точность управления. В следующих видео вы увидите, надо ли обкатывать летние шины, что такое разноширокие шины и каковы особенности асимметричных шин. Если вам понравилось, ставьте лайк. Ваши замечания и предложения пишите в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал – колесо.ру. Ждем вас в гости!